А теперь будем потихонечку переходить к круглому столу. Сейчас все будут вместе обсуждать карьерную траекторию в геймдизайне, с чего начинать, где нужно учиться, какие требования по навыкам и всему прочему есть у игровых студий. Это довольно важный вопрос, потому что очень часто об этом спрашивали сегодня в чате, но мы эти вопросы оставляли как раз-таки на круглый стол. Так что я передаю слово Алексею Филатову. Это декан факультета гейманалитики в Geekbrains, и он, собственно, будет сегодня модерировать дискуссию. Алексей, вам слово. Спасибо, Семен. Давайте уже тогда начинать. Я прошу всех участников нашего круглого стола немножко представиться, рассказать про себя. Может быть, пошутить. Вот, начнем с Насте. Прошу. Это потому что я на А, да, начинаю? Да, все верно. Всем привет, ребят. Я рекрутер в нашем огромном направлении. Уже больше двух лет работаю с вакансиями в геймдизайн. Поэтому сегодня я здесь. У меня в том числе были вакансии младших геймдизайнеров. Поэтому помогу рассказать, на что смотрят менеджеры при выборе таких специалистов, на что обращают внимание, что важно, чтобы попасть в геймдизайнер. Кратенько. Настя, на всякий случай, просто скажи, как с тобой можно будет связаться, чтобы обсудить возможные карьерные перспективы? На самом деле у нас сегодня будет HR-комната, где мои коллеги тоже будут присутствовать. Я, честно сказать, немножко приболела сегодня, поэтому со мной лучше всего связаться будет через почту. Вот, мы ее как-нибудь продублируем здесь, вот, подумаем. Но если что, у нас работает HR-комната, где также там мои коллеги находятся. Они сориентируют, как можно прислать резюме, как рассмотреть вакансии. В общем, по всем вопросам можно будет заходить туда. Кстати, через 20 минут как раз-таки одна из моих коллег подключится, поэтому через 20 минут комната уже станет доступна. Ты сейчас всех от нас отвела, все сейчас кинутся в спешил чат, и мы останемся здесь одним разговаривать о перспективах работы в геймдизайне. Будут записи, ничего страшного. Прекрасно. Хорошо, спасибо, Настя. Николай. Да, ну что ж, меня зовут Коля, я технический дизайнер в Picsonic, вот уже примерно полтора года. Занимаюсь основным контентом, core-геймплеем и какими-то общими гэдэшными задачами. Пришел я из Коа, работал почти пять лет в Plyrix, а по образованию психолог. Очень хорошее образование для геймдизайнера. Я тоже так думаю. Ну и еще, наверное, можно сказать, что не лишним было в какой-то момент дополнительное образование как раз получить в Scream School. Спасибо, что ты об этом сказал, мы еще к этому подойдем. Ну, хорошо, дальше у нас кто, Павел? Ну, давайте, да, буду я. Меня зовут Павел Пакайх. Я в Picsonic и младший геймдизайнер. До этого почти пять лет занимался комьюнити-менеджерством. И в целом у меня была такая интересная точка перехода снова на другое. И очень долго размышлял о том, насколько вообще это легитимно, какие были сложности. Очень много всего читал и смотрел. И, честно говоря, было даже немного страшно, но как бы такой прыжок веры, и вот я рядом с вами. Поэтому если появятся какие-то вопросы по тому, как войти в профессию, если ты пытаешься в комьюнити, знаешь такое игровое сообщество, может быть, являешься модератором, то можно задавать, все расскажу. И в целом могу рассказать о том, как не только входить, но и как планировать потенциальный переход. Отлично, отлично. Так, Павел, это у нас последний участник. Больше никто не захотел с нами разговаривать. Да, давайте порассуждаем тогда на тему, как все-таки становятся геймдизайнерами, есть ли самый простой и быстрый способ? Ну, вообще, их даже несколько. То есть, если человек увлекается играми, он в любом случае так или иначе будет вертеться в сообществе. То есть, ну, если он прям не сидит там и не целыми днями там в одиночные игры играет, там ни с кем не общается, что крайне редко, он обычно общается с огромным количеством людей. Если общается с огромным количеством людей, с большей долей вероятности, он будет включаться в небольшие группы по интересам. А это, может быть, ребята, которые потенциально могут делать моды, которые потенциально могут организовать чемпионаты, которые потенциально могут, не знаю, да хоть новости писать. То есть, ну, на том же самом ДТФ есть огромное количество ячеек, куда можно зайти, включая, например, ту же благосферу, и просто начать потихоньку вливаться в сообщество, общаться с теми, кто им увлекается, задавать вопросы и выходить на людей, которые там работают. Вот. Поэтому начать можно с малого, а именно знакомиться с играми, знакомиться с теми, кто в них играет. А потом уже думать, чем потенциально ты хочешь заниматься. То есть, это может быть что-то более техническое, что-то более артовое, может быть, это смесь одного и второго. Вот. И тут уже как бы надо подумать, как получить первые базовые знания. Но именно с точки зрения входа в профессию, вот как бы на моем персональном примере я могу сказать, что комьюнити-менеджерство было просто, ну, идеальным вариантом. У меня было очень такое маленькое, но весьма активное сообщество, которое я вел. И потом я приключился на более крупное. И это было, собственно, первым пунктом, который я продемонстрировал на собеседовании. И это вполне сработало. То есть, тогда была совсем маленькая еще индустрия, а сейчас она уже развивается более активно. И таких вещей, во-первых, все больше и больше, которые можно продемонстрировать. И опыта можно получить больше и больше, в том числе и на зарубежных площадках. Поэтому, ну, персональная точка для меня была просто отличной и весьма простой. Павел, ну, ты очень коммуникабельный человек. И, в принципе, твой старт с комьюнити-менеджера именно этим объясняется. А что делать интровертам? Каким попасть в игровую индустрию? С интровертами довольно интересно. Ну, во-первых, вопреки расхожему мнению, даже у интровертов существуют свои маленькие клубы, где они общаются, пусть и не так активно. Во-вторых, я лично знаю нескольких интровертов, комьюнити-менеджеров, как бы, ну, им нормально. То есть нужно просто специфически искать подход к работе. То есть, ну, нужно в какой-то момент, возможно, абстрагироваться. Может быть, как-то, не знаю, отходить и, может быть, поменять именно ролевую модель поведения. Вот. Как бы есть несколько вариантов. Да, им явно сложнее. То есть, и я бы, на самом деле, даже подумал в пользу того, чтобы избрать какую-то альтернативную точку входа, где больше работаешь с машинами и меньше работаешь с людьми. Вот. Ну, то есть, вполне может быть Коа, например. То есть там... Можно я, прости, пожалуйста, перебью? Да, конечно, Настя. Я просто хотела одну крамольную такую вещь сказать, но в целом сейчас история про то, что вход в геймдизайн через какие-то смежные специальности, она в целом устарела на самом деле. То есть сейчас вообще необязательно приходить в компанию на одну позицию, чтобы потом перейти в другую. Я даже более скажу... Ну, это не потацея, конечно. Вот. Я даже больше скажу. На самом деле, таким людям сложнее в каком-то смысле перейти. То есть им действительно надо очень хороший нетворк завести, чтобы как раз-таки их нетворк помог им перетянуться из одной сферы в другую. То есть это так работает. Ну, это правда, да. Вот. Извини, а есть статистика? Сколько процентов людей приходит сейчас в геймдизайн не из индустрии, а извне? Ну, если бы чуть раньше меня это спросили, я бы смогла это собрать. Но в целом, да. Да. Но в целом по тому, что я помню, я точно помню кейсы, когда наоборот, например, человеку было сложнее перейти. То есть, например, он занимался тестированием и хотел геймдизайн. То есть его рассматривали в целом на том же... Ну, примерно на одном уровне с кандидатами без опыта. Ну, то есть с каким-то, не знаю, небольшим опытом, условно, геймдизайнером, но на педпроектах или что-то такое. Ну, то есть это вот примерно одно и то же. И зачем нужно тратить несколько лет своей жизни на то, чем ты не хочешь заниматься? Ну, это правда, да. Чтобы потом перейти. Вот. То есть я бы все-таки здесь другую какую-то карьерную траекторию предложила. Вот. Собственно, через курсы. Леша, я вижу, спроси, что ты хочешь. Да, я как раз хотел дать слово Николаю, который вот опровергает эту точку зрения. Вот. Точно-точно. Про свою карьерную траекторию. На самом деле я не то чтобы сильно опровергаю, но у меня первая мысль о том, ну, вот как попасть в индустрию. Во-первых, нужно четко понимать, что тебе в ней нравится, и заниматься тем, что нравится. Ну, как бы это вроде как понятные, логичные вещи, но просто если ты не хочешь там в комьюнити менеджмент или в КОА, и хочешь в геймдизайн, устраиваться только ради этого в какую-то другую сферу, а потом из нее выбираться мучительно, но не самая лучшая, наверное, идея. Ну, я да. Я говорю сразу, что в моменты, когда я начинал геймдизайном, я так им горел, что я прям хотел схватить все сообщества вообще, которые только можно было захватить, объединить их в одно, короче, и сделать так, чтобы всем было великолепно, классно и супер. Но просто за пять с половиной лет это немножко так, скажем, как бы так помягче выразиться, вот как Dark Souls убивает в тебе человечность. Ты просто устаешь банально. Ну, как бы да, это огромное количество энергии, которую нужно постоянно переключать, и после того, как ты переходишь с джуниорской позиции на синьорскую, потом и на руководящий отделом, как бы у тебя уже и пепочки отсырели, а поржуни пить поздно, и вот это все. Ну да, там как бы пять лет – это такой срок, за который ты можешь либо очень сильно вырасти в той индустрии, в которой ты сейчас работаешь, либо, наоборот, намертво в ней завязнуть, и уже очень сложно выбраться из нее. Все так. Если как бы ты завяз уже, и у тебя уже такая растет усталость именно конкретно не только от профессии, но и от геймдево в целом, потом выбираться еще сложнее. И как бы вот этот вот поинт, наверное, Настя, может быть, подскажет получше, как вот лучше определить этот поинт, когда ты чувствуешь, что вот вроде бы еще не все, но кажется уже, что ты вот все, что мог уже вот конкретно из своей позиции вынес, вот хочется развития, но вот прям вот как понять эту точку, Настя? Ну, во-первых, я бы здесь все-таки поправила. Это скорее не развитие, это скорее смена задач, смена зоны ответственности, смена, собственно, того, что ты делаешь. То есть не надо рассматривать, вот опять же, эту тему, там, например, Куа развивается геймдизайнер. Нет, это вот... Нет, ну, само собой. Да-да-да, то есть это разные покемоны, короче. Это скорее как вот выбор профессии, это горизонтальное движение между разными профессиями одного персонажа. Да, то есть это действительно переход. Это переход в целом для поколения вот новых сотрудников, там, как все любят сейчас говорить, миллениалов и прочее. В целом это нормальная тема, там, менять, например, специальность, там, раз сколько-то лет. И действительно, там, геймдев за счет этого классный, что твои скиллы, там, в одном направлении могут пригодиться в другом. Вот, я здесь единственное хотел акцентировать, чтобы не рассматривали... Там, у меня вопрос пришел, чуть попозже прочитать. Да-да-да. Да, собственно, не рассматривать именно как старт, то есть что я стартую с тестировщика, я стартую с комьюнити и, там, перерастаю в геймдизайнерами. То есть нет, это действительно разные вещи. То есть если ты в какой-то одной специальности чувствуешь, что ты, не знаю, от нее устал, то есть тебе надоело делать то, что ты делаешь. Это вот тебе не хочется в этом расти, не хочется, например, развиваться, тебе хочется попробовать что-то другое. Тогда первое, что нужно сделать, это понять, что другое. Вот, и после этого уже попробовать, в идеале, если компания большая, у нее много возможностей, много проектов, конечно же, там есть возможность, например, перейти из одного отдела в другой. Вот, там, со временем, но все равно такая возможность есть. Вот, поэтому иногда, если у компании есть такие возможности, это можно там внутри нее попробовать. Вот, можете. То есть да, я оговорюсь, что когда я переходил, у меня уже был некий опыт, то есть я там и в паре джемов поучаствовал, и с геймдизайнерами в целом очень плотно общался. Вот, то есть как бы я не заранее там говорю, что тебе, о, короче, я пришел в комьюнити-менеджмент, чтобы стать геймдизайнером. Нет, ну конечно же так не было, само собой. У меня был план, я его придерживалась. Да, типа у меня был план, я его придерживался. Нет, такого не было. То есть в какой-то момент просто я вот комьюнити-менеджментом просто перегорел, потому что я уже прям буквально знал про него все. Да, это другая история. Это реально другая история. И я уже точно знал, что просто никуда выше и дальше я уже не двинусь, потому что у меня просто уже, мягко говоря, скажем так, мой механизм начал застареть. Павел, отлично вообще, на самом деле история, она очень у многих из нас была, я думаю, мы почти все переходили из разных отделов в другие. Но, как я понял, сейчас ответ на вопрос, есть ли короткий путь в геймдизайн, дала Настя, это приходить в крупную компанию. То есть, на самом деле, самый простой... Больше возможностей, больше перспектив, и даже если сразу в геймдизайн не удастся попасть, можно будет со временем перейти. На самом деле, да, самый простой способ откликнуться на позицию младшего геймдизайнера, вот что уже, каким опытом нужно обладать, как выделиться среди других таких же кандидатов без опыта, об этом, наверное, сейчас чуть подробнее, но попозже поговорим. Вот, кстати, по-моему, вопрос в тему как раз у меня пришел. Насколько часто вы набираете КД без опыта, и какие критерии для отбора были наиболее важными для принятия положительного решения? Я честно признаюсь, что позиции младших геймдизайнеров у нас появляются не так часто, как позиции медлов, сеньоров или даже, может быть, лидов. Но там, может быть, с лидами примерно одинаковые пропорции условно. Это у нас способлено тем, что, на самом деле, команды внутри очень разные, и многие проекты делаются достаточно небольшой командой геймдизайнеров, ну, там около пяти человек, где, собственно, каждый человек, он такая самостоятельная боевая единица, очень важен. То есть команды, не у всех команд, не у всех проектов есть возможность брать на обучение младших геймдизайнеров. Вот Pixonic как раз-таки студия, которая может себе это позволить, это очень круто. И вот мы за этот год, собственно, наняли нескольких младших геймдизайнеров туда, в том числе, которые как раз сейчас выросли и продолжают работать, продолжают трудиться. Какие критерии для отбора были наиболее важными? На самом деле, что человек уже сделал, чтобы попасть в геймдизайнер? То есть как раз-таки руководители смотрят, там, есть ли у него свои педпроджекты, есть ли какие-то курсы за плечами, насколько... Еще очень важно, кстати, в момент, не все его знают, важно играть в игры, играть много, и в том числе играть в игры, куда вы сами устраиваетесь. Если вы устраиваетесь на мобильные проекты, играйте в мобильные игры. Это действительно тот опыт, который вам очень-очень пригодится при трудоустройстве. Ну а так, еще один из критериев, на самом деле, тестовая. То есть большинство позиций младших геймдизайнеров, у них есть все-таки входное, тестовое как раз-таки такое отборочное. И важно его сделать. Здесь как раз-таки помогут те вещи, как Тойпаша сказал, как нетворкинг, потому что, конечно, старые специалисты вам расскажут, на что обратить внимание в тестах. Я понимаю, что это такой читерский момент, но ничего, у нас еще есть потом техническое интервью, там все скроется, не переживайте. Ну, кстати, я когда делал тестовое, я ни у кого не спрашивал, как его выполнять, потому что мне было интересно его сделать самому. Ну, кстати, да, там несколько тестовых, то есть, может быть, с первого не получится, но там, например, будет второй тестовый, будет третий, ну, в смысле, другие там компании, или даже в эту же самую. То есть первый раз не получилось, ничего страшного. Пробуйте еще, это тоже важный такой момент. Вот, то есть не останавливайтесь, не бойтесь. Если действительно там с первого раза не случилось, это не значит, что не случится со второго или там даже с третьего. У меня были такие кейсы в работе, и люди устраивались, мы их устраивали, и прекрасно работают. Вот. Надеюсь, на вопрос ответила. Мне кажется, да, очень емко. И спасибо за статистику, наконец-то, за несколько геймдизайнеров, джуниоров, устроившихся в Picsonic. Настя немножко затронула нашу следующую тему, это образование. И дает ли оно что-нибудь для геймдизайнеров, для начинающих геймдизайнеров? У каждого из вас, я знаю, есть своя точка зрения на этот вопрос. Мне бы хотелось, конечно, узнать, что думает про это Николай. У него есть интересный кейс на эту тему. Ну, во-первых, хочу сказать, что я попал на курсы уже, будучи на работе в компании. Тогда это было еще КУА, да, но, тем не менее, я уже представлял, как у нас люди работают и чем занимаются хотя бы примерно геймдизайнеры. Потому что во многом то, что ты получаешь с курсов, и то, на какие курсы на самом деле тебе нужно записываться, зависит от твоего бэкграунда и твоих знаний. То есть не всем нужны, скажем так, специалисты по Unity. И вы это тоже должны учитывать, когда, например, ищете работу. Потому что, может, вы там на Unreal хотите или на PC-проект с особым каким-нибудь своим движком. И не нужно концентрироваться, мне кажется, на... Ну, нужно концентрироваться на своих собственных ощущениях, знаниях. И то, что вам близко и понятно. Ну, то есть если вы ничего не знаете о геймдизайне, то вам нужно хотя бы просто какие-то открытые лекции посещать, какое-то самообразование, видео на YouTube. Если вы хотите узнать, как работает Unity, например, вы тоже можете найти по этому поводу информацию. Многие курсы, мне кажется, ну, чем они хороши? Тем, что там набирается команда, в которой вы как раз PET-проект делаете самостоятельно. И если вам нужна какая-то техническая часть, вам еще могут помочь с этим люди, которые разбираются в этой технической части, например. Ну, то есть ваши кураторы, как правило, дают какие-нибудь middleware-движки, которые не требуют программирования, которые требуют только знания какой-то определенной логики. И вы, как человек, который погружается в индустрию только, начинаете понимать, как это все внутри устроено. Это важно на самом деле. Павел, а вот для тебя лично курсы, которые ты закончил, они что-то дали с точки зрения попадания в профессию? Или со временем ты понял, что это что-то дает? Или это была просто хорошая школа жизни? Ну, я вообще в целом после неудачного впадания на курсы энное время лет назад, к сожалению, название не вспомнил, когда вот только-только начинался вести бум с онлайн-школами, для себя сделал вывод, что в первую очередь я буду стараться максимум информации получить сам. Я все-таки думаю, что тут все сильно зависит от того, во-первых, сколько у вас есть времени. То есть если, например, вы хотите там супербыстро понять, что происходит, как происходит, и задача прям максимально быстро, начать уже что-то конкретное делать, то курсы в целом — это очень хорошая такая форсированная атака на ваши будущие скиллы. То есть если у вас там, скажем, вы никуда не торопитесь, у вас сейчас есть время и работа, просто видел в чатике там вопрос уровня, что делать, если финансовый вопрос уже прям стоит, это совершенно другая-другая вариация. Вот если не стоит, то совершенно спокойно прям общайтесь, задавайте вопросы, ищите людей, которые уже работают. В большинстве случаев мы с удовольствием там с вами пообщаемся в личке, что-то подскажем. То есть в том же Фейсбуке писать — в этом нет ничего страшного и зазорного. Как бы это то же самое просто общество, которое просто онлайн. То есть люди, они более общительные, чем вы думаете, и если просто написать по себе, там, здравствуйте, там, я там, условно говоря, увидел там ваш текст или ваше видео или что-то такое, как бы можно ли с вами там пообщаться на тему, то почти всегда, ну, люди скажут, да, окей, конечно, задавай вопросы. Вот, а если прям уже времени не так много, и нужно прям быстро пытаться понять, нужно ли это и стоит ли это вложенных сил, то школа — это хорошее решение в том числе, потому что там концентрированная информация, которую не нужно искать самому. Во-вторых, люди, которые точно так же, как вы, заинтересованы в том, чтобы войти в индустрию, и из первых уст можно сразу понять, а надо ли вообще это потенциально. Или, может быть, не знаю, и поучились там полтора месяца, понял, что чудо-нет как-то сложно, короче, вообще сердце к этому не лежит, и хорошо, что я так рано это понял. Это просто банальная экономия времени, вашей личной продуктивности, но и, скажем так, тут такой треугольник, что либо это быстро, либо это бесплатно, либо это качественно. И всегда нужно выбрать два из трех. Поэтому тут каждый уже выбор персонально. Да. Замечательно. Настя, ты упомянула о том, что одним из критериев приема на работу, в том числе и на позицию джун, геймдизайнера, является наличие курсов. Можешь чуть-чуть эту тему развить и рассказать, как происходит вообще это принятие решения? Я, наверное, здесь уточню немного. То есть это не то, что именно как обязательная прям составляющая хорошего резюме, но это как раз-таки тот пункт в резюме, который помогает кандидату выделиться. Потому что в целом на позиции младших геймдизайнеров, там даже при том, что, да, есть тестовое откликов, получается, несколько сотен, вот там по моим наблюдениям. Поэтому здесь как раз-таки история про то, что у вас есть курсы, есть сопроводительное письмо, тоже, ребята, это важный такой момент. Не стесняйтесь писать сопроводительное. Правда, это важная такая история, которая помогает понять, что действительно вы заинтересованы в позиции, а не просто нажимаете все кнопочки на младшего специалиста, который есть на хэдкантере. Вообще без понятия, что же это за специалист такой. Поэтому, да, сопроводительное. И вот курсы действительно хорошая история, чтобы выделиться, и хорошая история, чтобы как раз-таки успешно написать тестовое, вот, успешно пройти собеседование с командой. Потому что, как правильно Коля сказал, курсы, особенно когда они такие достаточно долгие. Коля, по-моему, у тебя был годовой курс, если я все правильно помню. Да, у меня на самом деле был длительный курс. Но я еще хотел добавить быстренько к этому моменту, что помимо того, что я целых два года учился еще в старом скримскуле, еще мне там дали возможность бесплатно пройти курсы на Юнити, которые отдельно еще дают тебе, как это называется? Бэк скиллы? Из головы влетело. Не, я имею в виду, что бэк скиллы – это одно. Ну, то есть ты будешь шарить в движке. А я имею в виду, что у тебя будет ссылочка на твой сертификат, и это может быть тебе важно именно как в смежных специальностях, например, технический геймдизайн, которым я занимаюсь, непосредственно просто дополнительный сертификат, никогда не лишний чисто для приема на работу, мне кажется. Да, это хороший плюс знания движка. Да, я даже думаю, что если ты сейчас работаешь над проектом, который как раз на Юнити, то это, наверное, было довольно серьезно воспринято, то, что у тебя есть сертификат об окончании курсов Юнити. Согласен. Настя, тут вопрос интересный, он меня в том числе тоже волнует. Смотрят ли на возраст при приеме в жену? Я его тоже приметила, да, обожаю и джизм, моя любимая тема. И джизм! Уже можно не мечтать. На самом деле я могу похвастаться, что у меня несколько геймдизайнеров есть, которые приходили в позицию младших, у которых возраст был или больше 30, или до 30. Честно, кейсов старше пока не было, ну то есть там 40+. Но если бы они появились, я была бы только рада на самом деле, потому что мне кажется, люди в более старшем возрасте, то есть 25+, 30 лет, они уже более осознанно как раз-таки приходят к выводу о том, что нужно менять профессию. И, собственно, кандидаты, которые приходили, которые мы делали в офер, они как раз-таки проходили курсы достаточно длительные, обучались. И да, то есть у них прям решение, оно было действительно осознанное. И как раз-таки еще тоже добавлю такой момент, про который, может быть, не все думают. Часто если человек приходит из какой-то смежной области, у него там могут быть какие-то софт-скиллы, полезные для работы в геймдизайне. То есть, например, если человек много работал с цифрами, с аналитикой, с, может быть, бухгалтерией, ему это все очень классно пригодится считать экономику в игре и сводить баланс. Если человек, например, работал, не знаю, проджиг менеджером, как пример, ему будет очень классно выстраивать процессы, например, разработки. Здесь очень много, просто можно взять абсолютно любую. Мне кажется, специалист, Паша, вот тебе скиллы из комьюнити какие пригодились, например, в работе? Ну, кроме, конечно же, того же всем пообщаться, наверное, строить коммуникацию, там, уговорить сделать твою фичу пораньше. На самом деле тут интересный такой вопрос, потому что я толком не знал, когда уходил из комьюнити, какие вообще в целом навыки могут пригодиться, но навык общения и навык взаимодействия с командой и навык понимания того, что ты как игрок хочешь видеть от игры, это в целом прям вот мне кажется супер-мега-ключевой штукой и комьюнити субъективно, по моему личному мнению. Никого не хочу обидеть, да это лучше всего. Вот. То есть, ну, наверное, это все-таки именно понимание игры с точки зрения игрока, потому что я считаю это вообще одной из таких самых ключевых штук в гейн-дизайне. Вот. Я думаю, что Николай мне в том числе подтвердит. Вот. И, наверное, это понимание того, как происходит процесс разработки, если ты в него не включен. И когда ты в него включаешься, у тебя прям вот вся пазл такой бах, и о, у меня в голове все щелкало. Теперь я знаю, как это все работает вместе, короче. Теперь я точно смогу рулить. Вот. Наверное, вот это. А так, в целом, ну, не могу сказать, что что-то ключевое. То есть, ну, я и так в целом умел общаться, и это просто, мягко говоря, такая нативная штука. Вот. Поэтому, наверное, вот видение игрока самым было таким важным, ключевым. Павел, очень хорошо ты затронул вещь. Кроме видения игрока, с какими еще задачами сталкиваются начинающие геймдизайнеры? То есть, какие умения, какие скиллы им бы хорошо иметь в такой must-have, ну, то есть в обязательном порядке? Да, отличный вопрос. Я как раз вот хотел его затронуть. Я превентивно, заранее не зная, куда я пойду, точно знал, что мне понадобится технический бэкграунд. Поэтому я прошел курс по Unity. Unreal у меня был как хобби, поэтому я его ковырял в целом. То есть, я уже знал более-менее один движок, и второй знал прямо на состоянии норм. Вот, то есть я могу читать код, я не могу писать его сам полностью с нуля, но я могу его условно переставлять по кирпичике, я понимаю, что в нем происходит, я могу объяснить, что он делает. И это прям дало очень много плюсов в карму. И независимо от того, куда я бы пошел, там, не знаю, на программиста потенциально, или на геймдизайнера, этот стопроцентный навык был ключевым. Поэтому я прям заранее вот так обвел его красным и сказал, это точно то, что мне нужно. Вот второе – это английский язык. Английский – это прям must-have, потому что вся техническая документация, все последние обновления, весь софт, все самые крутые туториалы, которые появляются раньше всего, и все в целом такие более крупные, в том числе и типа и курсы – это курсы на английском. Читать его как минимум – это 100% надо. Писать, ну, плюс-минус тоже полезный навык, потому что если придется описывать те же обилки на английском для дальнейшего перевода, то хотя бы на каком-то уровне знать его точно надо. Вот. Ну и плюс, если есть какое-то желание выступать в том числе и на аудиторию, английский язык, конечно, это прям огромный, прям вот самый, наверное, лучший плюс в моей жизни, за что я поблагодарен себе и родителям, вот прям так скажу. Потому что я в него начал инвестировать еще в школе, поэтому... И многие люди, когда говорят, что, ой, почему типа нельзя, не знаю, там перевести программу на русский язык и работать с ней так. Все равно же все понятно. Ну, это классно, только когда вы придете к людям, которые работают себе на английском, пытаетесь не общаться на русском, вас почитают у сумасшедшего. То есть как бы, ну, абсолютно без шуток. То есть в том же комьюнити по работе с фотошопом, как бы люди, которые ставят русский фотошоп, это люди, которые поставили на себя клеймо проклят. Вот, как бы без шуток. Это распространенный мем русский фотошоп. Да, да, да. Ну и третье, наверное... Наверное, наверное, наверное... Умение работать с Google-таблицами. Отличный навык. Не, ну то есть это штука, которая в целом помогает и в хозяйстве, как я лично убедился. Вот у меня, например, есть калькуляторы, которые помогают мне там считать условно, сколько у меня там финансов потрачено за месяц, или калькуляторы, которые я там писал для какого-то сайт-проекта своего. Прям очень дико прокачивает в том числе и абстрактное мышление. И как геймдизайнеру это будет суперполезно. Ну и в целом это ультимативный инструмент, в котором можно написать и сделать вообще что угодно, начиная от календаря, заканчивая, там, не знаю, графиками вашей продуктивности на неделю. Прямо что хотите. Вот как-то так. Больше для личной жизни, но да, я согласен, что в профессии очень много от Google таблицы зависит. Можно даже сказать почти все. Николай, может быть, что-то добавишь к этому вопросу? Да, я думаю, добавлю, потому что все очень сильно упирается в то, каким именно геймдизайном вы хотите заниматься. Потому что, например, если вы хотите заниматься системным геймдизайном, то есть продумывать системы боя, например, или системы классов персонажей, какую-то глобальную фичу вести в плане комплексности, да, то вам, скорее всего, понадобится, например, такая штука, как тервер. Или хотя бы базовые знания математики, говорящие о том, как мне посчитать вероятность того или иного. Если вы много собираетесь, например, в технический дизайн, вам понадобятся движки. Если вы занимаетесь, например, что-то, связанное с контентом и с тем, как он выглядит, то вам не помешают какие-то книги о художественном вкусе, ну или хотя бы базовое какое-то образование художественное, я имею в виду. Иногда это тоже плюс. Ну, зависит от конкретных потребностей. Ну, то есть, например, если вы инди и умеете рисовать, то вам легче сделать игру с хорошим визуалом. Ну да. А вот тут как раз хороший вопрос задали. Что лучше, писать геймдизайн документацию или как Ситмейер сразу же писать прототип, который будет лучше всего характеризовать, чтобы было максимальное представление об игровой фиче? Кто что про это говорит? Ситмейер в целом уникальный человек. И вот это, наверное, один из Илона Масков от лица игровой индустрии геймдизайна. И делать так, как делал он, конечно, можно в целом, но, скорее всего, с большей долей вероятности у вас ничего не выйдет, потому что для того, чтобы так делать, нужно быть Ситмейером. Вот, я лично считаю, что ни один проект нельзя делать по ходу. То есть если ты заранее не знаешь, что в нем будет, если ты заранее не можешь дать понять игроку, где есть точка А и где есть точка Б, в которой он двигается, как бы, то у тебя без опыта, без навыков и без понимания того, как в целом работает геймдизайн, просто ничего не выйдет банально. Вот, поэтому хоть трехстраничник, хоть сильно поверхностный, но который передает идеи и основные механики, это прям must-have. Вот очень хороший пример. Недавно был геймджен в DTF. И можно вот по каждому, примерно, по каждой игре, которую там выкладывают, сразу сказать, был ли у человека геймдизайн документ, или он что-то сделал сразу из головы. Вот прям вот стопроцентно можно сказать. И вот тут то же самое. Вот Ситмейер, как бы, он шел к этому десятилетиями. Я почти гарантирую, что он не делал первую игру из головы, и что она не была успешно известна на весь мир. Я просто хочу сказать, что импровизация — это навык. Как и любой навык, он развивается. Если ты очень хороший геймдизайнер, ты можешь, возможно, в каких-то очень определенных случаях, например, если участвуешь в том же джеме, и делаешь это один, ты можешь обойтись без ГДД. Но если тебе нужно свою мысль донести до других людей, и сделать это правильно, например, для программиста, то лучше все-таки пользоваться текстом хотя бы в каком-то виде, чтобы твоя мысль была услышана и понята правильно. А то, как в анекдоте, доработать напильником придется. Вот да. Доработка напильником. Алексей, можно я очень хороший вопрос заметил в чатике на тему «Зачем становиться ГДД, если не играешь в игры?» У меня прям есть прям... Ну, там нужно сначала прочитать, наверное, вопросик предыдущий. Там вопрос от девушки. Про девушку, да. Да, смогу ли я стать геймдизайнером, если я девушка и не играю в игры? Вот. И, соответственно, зачем становиться геймдизайнером, если не играешь в игры? Да, это отличный вопрос. Давай, Павел. Если вы девушка и выходите в геймдизайн, вперед. Как бы очень вопреки расхожему мнению и огромному количеству троллей в комментариях и на Твиче, и где бы то ни было, девушка-геймдизайнер — это хорошо и отлично. Более того, нам вас не хватает. Вот. И второе, если ты не играешь в игры, я бы советовал не становиться геймдизайнером, потому что то же самое, как заниматься... Как быть автомехаником и не любить автомобили? Как заниматься музыкой, писать ее и не любить музыку? Ну, это как-то странно. Это как, не знаю, быть поваром и каждый раз плевать в суп, потому что ты ненавидишь готовить. Как бы, ну, это странно, это нелогично, мне кажется. Потому что если ты не любишь то, чем ты занимаешься, то, ну, это самый быстрый путь к выгоранию. Прямо вот максимально быстрый. Существует разная точка зрения на этот вопрос. Ну, это персонально моя. Не претендую вообще на это. Конечно, я, например, слышал такую, что драгдилер не обязан сидеть на своей игле. Вот что про это думаешь? Переходя на драгдилерство и сидение на игле, если имеется такая очень тонкая аллюзия на можно ли донатить свои игры и не стоит донатить свои игры, как бы, ну, тут ведь как. Если вам ваша игра нравится, вы в нее играете, и вы хотите быть не только работником, но еще и хорошим игроком, то, ну, в этом нет ничего зазорного. Если не хотите, ну, окей. Но вы обязаны знать свой продукт в любом случае. Как бы вы не хотели от этого уйти, вы должны знать свой продукт, вы должны знать, как он работает. И в идеале бы, если бы он вам еще не нравился, и вы получали бы от этого удовольствие. Потому что, как я уже говорил, если вам это не нравится, если вы просто вот прямо, что-то вот не лежит внутри, и есть какой-то такой внутренний негатив, с которым вы постоянно справляетесь, когда встаете на работу, но вы, скорее всего, либо не достигнете успеха, либо просто очень быстро перегорите и начнете ненавидеть свою жизнь и свою работу, и всех остальных, и всех вокруг, и коллег. Николай, да, добавляйте. Я просто хочу добавить, опять же. Тут еще Паша говорил о том, что если вы не донатите в собственный продукт, то вы должны понимать, почему вы не донатите. То есть что вы думаете, как геймдизайнеру. Если вы не понимаете, почему вы не хотите за это платить, значит, что вам надо, скорее всего, расти как геймдизайнера. А если понимаете, то вы должны знать, как это улучшить. Вот, кстати, интересный вопрос. Это ведь как с психологией. Ты не можешь заниматься с психологией со своим другом и, условно говоря, психологией себя обрабатывать, потому что это заранее... Ну, как бы ты заинтересованное лицо, и это вносит отпечаток. Мне кажется, в геймдизайне есть что-то такое же. То есть ты сам занимаешься своей игрой, и ты знаешь немножко больше, чем знает обычный игрок, и это просто сложно поставить себя на его место, и зачастую, ну, как бы... Это прям сильно вносит оттенок. Ты можешь для себя не понимать, почему ты бы не сдонатил, но то, что на этом донатит игрок, может быть сильно, таким, скажем, альтернативным айсбергом где-нибудь в сторонке. Тут зачастую имеется в виду, что да, в собственную игру, на той, которой работаешь, нет смысла донатить, а вот донатить в игру конкурента, чтобы понять, почему она такая хорошая, порой стоит. Ну, это правда. Хорошо. Давайте двигаться дальше по нашей теме, как все-таки люди становятся гейм-дизайнерами. Мы затронули тему образования. Может быть, есть у вас интересные истории по тому, какие на слуху образовательные программы, курсы, места. Я действительно здесь лицо заинтересованное. Я представляю Geekbrains. Но, тем не менее, может быть, кто-то из вас может что-то хорошее рассказать и про другие компании. Настя, я все еще жду статистику, но вдруг она у тебя появилась. Нет. На это нужно чуть больше времени. А статистика, сейчас напомню, пожалуйста, там было про вакансии младших гейм-дизайнеров. Да, да, да. Про что-то еще? Нет, но вот сейчас, если бы ты поделилась, на какие образовательные курсы ты натыкалась чаще в резюме, то это, наверное, было бы интересно. Я поняла, но, к сожалению, нет, статистику очень тяжело собрать. У нас просто так парсер не настроен. Надо с тобой поработать на тему аналитики, но хорошо. Может быть, Николай расскажет. Ну, как бы я после того, как отучился, мне постоянно начали падать рекламы разных сайтов. Ну и мне, наверное, чаще всего рекламируют XYZ, но я не на самом деле углублялся в этот вопрос, насколько там хорошая программа, например. Я знаю, что у Geekbrains тоже хорошая программа, точно хорошая программа, потому что мне, мне, о ней как бы постоянно, даже в рабочую почту периодически приходят сообщения просто для ознакомления. Это довольно интересно. По XYZ как раз же тут новость прошла, что они взяли премию Рунета как лучший образовательный продукт. Удивительно, что именно они, но тем не менее, это тоже показатели, наверное, хорошие. Я, наверное, с тобой не соглашусь. Давай. Премия Рунета — это премия, за которую голосуют люди. Мы можем посчитать примерное количество публикаций от лица XYZ на различных ресурсах, включая свой, посчитать вовлечение в них, примерно прикинуть количество их вовлеченного комьюнити, включая то, которое они уже сделали за последние пару лет, оценить эффективность всего лишь одного запроса «Поголосуйте за нас» и посчитать, что в конечном итоге эта награда — это то, что сделала их собственная комьюнити, и оно далеко не всегда отражает, скажем так, реалии. Особенно учитывая, что там Росгвардия получила еще в том числе награды. Про Росгвардию либо ничего, либо хорошо. Да. Но конкретно в данном случае я с тобой соглашусь. Да, работа с комьюнити — это правильная работа, и в принципе в текущей ситуации, когда у нас все больше и больше предложений, все больше и больше конкуренции на рынке, ну, они хорошо работают с комьюнити. Например, за это им премию дали. Почему бы и нет? Не, ну, если это была премия, типа, качество работы с комьюнити и хус, да, тут бесспорно. Я прям тут всеми лапками за, потому что только ленивый о них не слышал сейчас. Видимо, и у Росгвардии за это же. Хорошо. Тогда еще такой вопрос. На что бы вы, вот, понятно, что у вас уже большой опыт в геймдизайне, и вы состоявшийся специалист, но тем не менее, если бы вы начинали свой курс, свой путь в эту область, на что бы вы обратили внимание на курсах, на какие вещи вы бы смотрели более пристально, чем на остальные другие? Что на этот счет можно посоветовать начинающим геймдизайнерам? Я бы, наверное, здесь сказала, то есть, как раз, я, наверное, оценю там не с точки зрения именно человека, который ищет курс, но с точки зрения человека, который работает с людьми, которые прошли курсы. Важно, чтобы этот курс действительно давал вам те навыки, которые вам потом пригодятся в будущем. То есть, можете проанализировать, например, посмотреть, какие вакансии там младших геймдизайнеров или даже просто геймдизайнеров, например, такого медлова уровня, то есть, какие там есть требования. Вот, там многие, например, пишут подробности, там, не знаю, знания баланса или, например, работа с определенными движками. Вот, исходя из этого, вы можете понять, то есть, даст вам вот эту информацию курс или не даст. Ну, и за счет этого понять, там, будет он вам полезен или нет. Вот, поэтому я бы начала с того, чтобы провела ресерч как раз-таки вакансии, точнее, требования в вакансиях, то есть, что вообще сейчас нужно от геймдизайнеров. Это такой хороший системный подход, это прям чувствуется, что не просто так. У меня зарплату платят. Ребят, может быть, что-то еще добавить? Да, я на самом деле, когда смотрю вообще на любые курсы, вообще независимо ни от чего, в первую очередь, меня бы, и, собственно, я думаю, что это правильный подход, интересовал, кто курсы будет читать. То есть, ну, надо посмотреть обязательно на лектора, надо посмотреть на его опыт, что он сделал, то есть, ну, насколько вообще легитимно то, что он может делиться с кем-то своим опытом, и в каком количестве проектов он поработал, потому что, условно говоря, если, например, не знаю, организуются какие-нибудь курсы, где человек там сделал одну успешную инди-игруху, там, не знаю, за пять лет, и внезапно теперь дофига геймдизайнер, давайте я всех научу, как так делать, ну, я считаю, что это те курсы, на которые я бы точно не пошел. Ну, то есть, у человека, во-первых, должен быть опыт преподавания, потому что передать информацию, это как минимум так же важно, если не важнее, как и получить ее, потому что это очень большая нагрузка на то, как бы, как ты общаешься с аудиторией, нагрузка на навык именно общения в целом, это очень много по энергозатратности, и нужно еще объяснить таким языком, чтобы поняли все. И вот этот навык преподавательства, он есть вообще далеко не у каждого человека, который пытается вести курсы. На это нужно сделать очень большую, ну, если не скидку, когда ты обучаешься, то, когда именно ресерчишь, на этом прям нужно делать акцент. Ну, и, наверное, на программу, то есть, ну, очевидно, что геймдизайн нельзя вкатиться за три дня. То есть, ну, есть вот эти великолепные, знаете, рекламные таргеты, уровня. Сейчас мы сделаем из вас Кодзиму, короче, за одно занятие и там, не знаю, и два практических часа. Сидишь такой, думаю, блин, говорю, вот черт возьми, что же у нас так, нет ни одного Кодзимы в нашем русском пространстве, должно было быть уже минимум человек 200 с таким подходом. Ну, как бы и вот это все. И, наверное, как комьюнити я бы сделал, наверное, еще акцент на то, как подается эта реклама, потому что, если это очевидный кликбейт, очевидный дешевый продакшн и очевидный очень плохая, там, не знаю, очень плохой путь будущего покупателя, то есть, потому что у него 8 кликов, там, заполнит тысячу информации, куча текста, там, коричневый фон на розовом и так далее и тому подобное, то, ну, это тоже как бы говорит о качестве курсов почти прям вот, прям прямо и без купюр, прям вот прям. Как-то так. Ну, ты сейчас подвел некую черту, что по одежке встречают. Ну, к сожалению, да, мы живем в том мире, где все потребляется, и одежка, к сожалению, это далеко не последний фактор. Хорошо. Я, кстати, я просто хотела уточнение, вот, буквально, Пашу, его комментарий как раз. Слушай, а как считаешь, там, например, вот, ну, такой немножко пример с другой сферы, такой спортивной, что там в целом многие, как сказать, великие тренеры и не всегда великие игроки. То есть, может быть, если человек хорош в теории, может научить кого-то теории, но сам при этом, например, у него там не было каких-то вот прям, не знаю, суперхитов вообще за спиной. Вот, то есть может быть такое, или, например, в геймдизайне такого быть не может. Это ко всем вопросам, на самом деле. Вот, как раз-таки тоже в тему обучения, например, обучающих курсов. То есть, кто преподает? Давай я чуть-чуть вот попробую ответить на этот вопрос, потому что я занимаюсь образованием довольно давно, то есть, последние пять лет довольно активно преподаю. И, как показывает мой личный опыт преподавателя, без практики, без вот этого бэкграунда, который ты все эти знания как сито пропускаешь через практическое применение, студентам становится неинтересно, и они не потребляют эту информацию. То есть, это вот как раз про тренеров. И я считаю, что играющий тренер – это намного более эффективный преподаватель, чем просто тренер. Но возможно, что у наших ребят есть другая точка зрения. Я бы на самом деле провел банально простую аналогию, что математик, который эффективно учит первоклашек, не факт, что сможет нормально обучать студентов. То есть, это совершенно разные уровни, и ты можешь не быть крутым математиком, но ты вполне справляешься с тем, чтобы конкретно знакомить людей, например, с этим предметом. А если ты уже целишься куда выше, очевидно, что там совершенно другие ставки. Я соглашусь. Все-таки, когда мы ведем речь про образование на такую позицию, как геймдизайнер, это не начальный уровень, это все-таки уже какой-то либо переподготовка, либо второе высшее, либо какое-то более углубленное знание. И здесь действительно нужен немножко другой уровень, отличающийся от первого класса. Николай? Да, у меня есть тоже кое-что, что можно было бы добавить. Вот если просто вам попадется плохой препод на курсах, то, во-первых, что он сделает не так, это не даст вам правильной информации о том, чем вы будете на самом деле заниматься, и такое бывает. То есть, если, например, человек не особо коммуницировал когда-либо и тем более не преподавал, а имеет технический бэкграунд, его просто будет сложно слушать. И очень сложно получить ту самую информацию неподготовленному человеку, который вообще еще и даже об этом не знает. И я сталкивался с такими преподами, которые вот как какая-нибудь старая корга в школе такой вот... Которая спалилась от культуры сионеры. Да-да-да. И которая стучит там, что-то говорит, а тебе ее совершенно неинтересно слушать. И тебе приходится приходить, и потому что ты супермотивирован, приходится самому что-то делать, самому в этом разбираться. И мне кажется, что одна из самых важных вещей, которые нужно ждать и искать в курсах, это практика. Ну, то есть без практики вообще, без какого-то контроля со стороны там руководителя вашего, руководителя группы, да, может не получиться ничего путного, просто потому, что у вас самих не хватает опыта. И вот с точки зрения именно курсов, мне кажется, что это хороший выбор, когда вы... Вам нужна и команда, и какой-то жюри условно, да. Это и домашние задания, и какие-то курсовые после окончания, и даже, может быть, дипломы, защита их. Это все нужно, это я абсолютно согласен, что без практического применения знаний они просто в одно ухо влетели, в другое вылетели. Все верно, согласен. Здесь задают очень интересный вопрос, и расскажите, какое соотношение у вас между учеба, работа, отдых и остальная жизнь? Речь идет о том, что в вашей профессии, в профессии геймдизайнера нужно постоянно учиться чему-то новому, и вот как вы находите этот баланс между работой, учебой, отдыхом, личной жизнью, то есть есть ли какие-то лайфхаки? Павел? Наверное, самый лучший лайфхак это отдыхать на выходных. Ну, то есть это может прозвучать банально, но как бы если нет какого-то перерыва, нету смены окружающей среды, и постоянно все мысли только о работе в субботу и воскресенье в том числе, и ты в субботу и воскресенье работаешь над чем-то, чтобы у тебя в понедельник твоя работа основная получилась лучше, ну, это тот же самый очень быстрый путь к быстрому очень выгоранию, и далеко не полезный. Вот. Я на самом деле очень сильно хочу плюсануть и передать привет здоровому сну, мы с ним давно не виделись. Вот. Высыпаться это важно, особенно с возрастом. Вот. Я, конечно, выгляжу как школьник, и у меня самый частый вопрос, кто нанял этого школьника в геймдизайнеры, но, тем не менее, вот, мне скоро уже все-таки 30, и я кое-что об этом знаю. Высыпаться это правда важно, кушать вовремя это тоже важно, слушать и маму, папу, да. В общем, в плане разделения это именно чередование отдыха и работы равномерное, чтобы вам не приходилось теряться во времени, теряться в задачах, и после этого у вас просто начнет отрываться мозг. Вот, наверное, как-то так. Хобби это важно, если занимаетесь музыкой, спортом, или танцует, или что угодно, это прям отлично, идеально, супер переключает и убирает лишнюю негативную энергию в том числе. Так что, вот, наверное, еще и это. А можешь в цифрах сказать, ну, сколько в процентах в твоем дне занимает образование? Ну, самообразование? Тут, наверное, мое мнение будет не совсем валидным, потому что я в какой-то момент начал играть в игры не как игрок, а как вау, я могу декомпозировать эту механику и записать ее там в четырех словах и использовать. Вот в какой-то момент как бы я начал не столько даже получать от них удовольствие именно от геймплея, а как удовольствие от того, что я точно понимаю, как это работает, какие где триггеры, какой момент враг должен выбежать. Это очень классно. То есть со временем это прям и личный скилл будет повышать, и в целом наигранность вашу и вашу визуальную библиотеку тоже будет сильно увеличивать. А так, ну, процентарно, я думаю, 80 процентов работа, именно мы берем конкретно прям полный рабочий день, 20 процентов это поиск рефов и образование. Вот, наверное, примерно так. После работы, ну, зависит от. Там обычно у нас все-таки удаленка, то есть, ну, это очевидно временно поесть, временно поспать и время там условно поиграть, посмотреть, почитать. Там уже посложнее, но в процентах даже боюсь оценить, потому что каждый раз это абсолютно рандомное число. Понятно. Николай? Да, у меня вот внезапно как-то тоже ближе к 30 пришло осознание того, как, что важно переключаться, важно, ну, чтобы не выгорать, и поэтому ты там плюс-минус адекватное время тратишь на работу, ну, то есть, это около 8-9 часов в день, иногда, конечно, всякое случается, но чтобы не слишком зарабатываться просто потому, что тебе хочется работать. Иногда такое тоже бывает. Вот, и когда ты отключаешься от этого, тебе нужно как-нибудь переключиться, это может быть действительно либо спорт, либо самообразование, ну, я вот где-то полгода назад решил просто красить миниатюры, потому что хочется оторваться от компа, но при этом у меня это все происходит наплывами, поэтому я где-то могу две недели активно после работы там смотреть в YouTube какие-то курсы или пытаться сделать какой-то свой pet project, а потом еще две недели отдыхаю от этого и как-нибудь развлекаю себя чем-то другим. Понятно. Тут коллеги рекомендуют задать вам вопрос про кранчи. Как часто, как много, зачем они вообще нужны и почему вы в них участвуете? Кто будет первым? Ага. Ну, кранчи это то, что всегда есть и то, к чему нужно быть правильно готовым, но опять-таки же в проекте успешном в идеальном случае с хорошим менеджментом, с хорошей расстановкой дат, с хорошей внутренней атмосферой, с тем, что все идеально справляются со своими задачами, идеально описывают тз, идеально ставят задачки и правильно диригируют. Вот если все это взять и сложить в один маленький идеальный шарик, идеально гладкий, в этом случае кранчи нет. Но, но, всегда есть но, если что-то работает не совсем так или есть какой-то человеческий фактор, который всегда имеет место быть, кранчи все-таки есть, ну, и это, к сожалению, наша с вами жизненная ситуация. Учитывая еще то, что не совсем пока понятен факт, насколько вообще суммарно для команды пока, нет, просто банально, может быть, Настя меня поправит, но просто сейчас нет такой статистики, которая явно бы сказала, что переход полностью на Ленку это переход на более эффективный менеджмент проекта. Я вот не могу за это отвечать вообще. Я могу поделиться статистикой. Было исследование на эту тему и было так или иначе сделан вывод, что максимальный эффект дает сочетание удаленки и офисной работы, то есть, ну, два на три или три на два в разных компаниях по-разному. То есть, полная удаленка и полный офис проигрывали этой схеме. У нас на самом деле сейчас проходили HR-опросы как раз-таки начиная с перехода на удаленку, то есть, когда это там в марте, кажется, еще случилось, и вот они проходили с, наверное, перерывами там раз в несколько месяцев, и статистика менялась. То есть, вначале все воспринимали, как да, ура, мы работаем из дома, класс. Сейчас большее количество людей хочет вернуться в офис или рассматривает. Ну, в офис, наверное, не сильно число повысилось по сравнению с тем, которое было, но вот как раз за вот эту смешанную модель очень много людей выступает, то есть, раньше было больше людей, которые как раз-таки топили за полную удаленку, сейчас их мнение поменялось, и, собственно, людям интереснее что-то вот такое частичное. Вот, ну, то есть, да, вот как раз пример, что вот три дня дома, там, два дня в офисе, например, или наоборот, как-то так. Ну, в общем, кранчи — это то, что есть, кранчи — это то, к чему надо быть готовым, но кранчи — это то, что вы должны всегда иметь в виду, что если вы чувствуете, что все, вы больше не можете, вам нужен отдых, отдыхайте, потому что если будете кранчить бесконечно, это точно ни к чему хорошему не приведет. А так вообще, на самом деле, не бойтесь общаться с HR-ами, не бойтесь общаться со своими рядами, если вы чувствуете, что прям совсем больше не можете, что у вас кончается ваш ресурс, что хотите отдохнуть, все люди, во-первых, ваша команда — это максимально близкие к вам люди, и они прекрасно вас понимают. Если вы пишете, что, вот, ребят, я вот не знаю, там работаю запойно, там уже N времени, кстати, у отдельных людей это довольно частая проблема, люди не могут остановиться и постоянно работают. Поговорите, спросите совета и не бойтесь брать отпуска, особенно учитывая, что в больших компаниях, где все процессы уже давно привезены в норму, по большей части, Настя, думаю, меня подтвердит, если вы перерабатываете, у вас всегда есть возможность это компенсировать. Это правда. Это правда. То есть здесь, конечно же, все сильно зависит от студий, то есть как там процессы построены, но мне кажется, в MyGames у всех студий есть как раз история с компенсациями, вот, как минимум. Но, честно сказать, большая часть студий у нас достаточно мало кранчат, я, наверное, здесь тоже добавлю. То есть кранчи, они редкие, они запланированы, вот, потому что тоже кранчи бывают разные, вот, бывает то, что, ребят, мы сегодня работаем и завтра работаем, послезавтра работаем, там, а почему? Ну, потому что мы, как бы, неправильно все посчитали и вот нужно успеть. Вот, а другое, когда действительно там что-то слетело, ну, в общем, он спланированный кранч, то есть когда действительно там за какое-то время люди уже понимают, что там вот эту субботу нужно будет поработать, вот, потом этот день можно будет взять там на неделе отдохнуть, то есть когда, собственно, релиз там случится, вот, это немножко другое, воспринимается оно с сотрудниками тоже по-разному, вот, то есть когда все понимают, почему они должны остаться, опять же, все остаются, ну, все работают вместе командой, вот, это действительно история, которая отличается от, я слышала совершенно прекрасные истории, там, например, про компании, где специально делали душевые, например, в офисе, когда строили, чтобы сотрудники могли, там, как сказать, кранчить комфортно, вот, да, это другая история, у нас, к счастью, такого нет, чему мы на самом деле очень гордимся, вот. Комфортный кранч, это здорово, да. Николай, как у тебя с кранчей был? Ну, вообще, кранчи это не здорово, но к ним тоже нужно быть готовым. Я кранчу редко, но метко, то есть, ну, опять же, как правило, мы имеем всегда дело с запланированными кранчами, которые, ну, например, релиз, который никуда не переносится, это вот новогодний релиз, мы знаем, что он должен быть, и, ну, нам нужно что-то с этим делать. И за это, конечно, как-то компенсируют или доплачивают, или ты можешь в какой-то другой день отдохнуть. И здорово, когда это есть. Это не во всех компаниях есть и не всегда практикуется, это хорошо. Потом, в моей прошлой компании было довольно интересно, в PlayX есть специальные места для отдыха, помимо душа, там можно даже поспать. Если вот тебе прям очень нужно поработать. Выше пилотаж спать в душе. Не, вот там сонные камеры прям такие. Ну, сонные камеры сейчас во многих компаниях есть. Да. Но я просто к тому, что я это встречал только там. Наверняка, например, в MyGames где-то тоже такое существует, но... Нас пока не завезли, да. Ну ладно. Есть к чему стремиться, как говорится. Это, кстати, прикольная штука, на самом деле, именно с позиции того, что, не знаю, там прям в обед какой-то короткий сон. Это действительно здоровая штука, которая бодрит, которая помогает перезагрузиться. Вот. Не то, чтобы я прям часто практикую, но, понимаете, да, удаленная работа. Ну, что касается, конечно же, кранча, то есть когда люди действительно встаются на ночь, такие тоже компании есть. Вот. Это, конечно же, абсолютно там другая история. И если вы работаете в таких условиях, знаете, что не во всем геймдеве оно так. То есть если вас удерживают на сильном, моргните. Вот. Или присылайте резюме нам. Вот. Поэтому, да, в общем, кранчи везде разные. Можно еще добавить один момент. Вот. Раз уж мы говорим про новичков, то когда-то новичок и только пришел в геймдев, понабрал себе задач, вот главное, что не переусердствуй, не бери слишком много, не больше, чем ты сможешь, потому что ты будешь кранчить не потому, что всем это очень нужно, а потому что ты набрал себе много задач, и не можешь делегировать, и уметь делегировать, и говорить своему лиду, что, слушай, у меня тут есть проблемы, это очень важно. Это, наверное, последняя мысль, которую я проканчивал. Да, хорошо. Уже потихонечку время у нас подходит к концу. Хотелось бы напоследок все-таки еще раз затронуть тему образования и самообразования. Ребят, поделитесь, может быть, какими-то своими любимыми книжками по геймдизайну, может быть, любимыми сайтами. Вот тут нам намекают про нараторику и манжеты ГД. Я сам, кстати, манжеты читаю, мне очень нравится. Поэтому, ну, а что у вас есть, чем вы могли бы поделиться именно с точки зрения самообразования? Это, я думаю, всем начинающим было бы интересно. Давайте, Павел. У меня есть мой персональный топ книжек, которым я всем советую. Часть из них может быть немножко уже к нынешнему году морально устарела, потому что парадигмы постоянно меняются, но общий, общий именно прям вот пласт знаний, который совсем-совсем может быть базовый или толкающий к размышлению, он есть. Вот. Поэтому первая, наверное, книжка, которая скорее больше про философию, хотя там есть и прям больше конкретики, это Джесси Шелл «Art of Game Design» и «Book of Lenses», которую я очень нежно люблю и которую я возвращаюсь даже когда создаю какие-то свои миры. Вот. Вторая книжка, она больше практическая и она больше про именно то, что сделать игру прямо здесь и прямо сейчас и фактически из подручных средств, это «Challenges for Game Designers». Сейчас скажу, кто. Брэнда Брасвейт и Ян Шрайвер. Очень хорошая книжечка. У меня где-то она завалялась, по-моему, в втором издании. Вот. Там прям фактически прям сделай это, сделай это, подумай как это, подумай как это. Все это декомпозируется, рассказывает о том, как это можно сделать лучше, как-то можно проапдейтить и прям очень хорошо. И, наверное, еще одна книжечка, это прям с супер-мега-конкретикой, по которой в том числе я писал свой первый диздок. Это Скотт Роджерс «Level Up for Game Design». Гайд, как сделать хороший дизайн видеоигры. Вот. Он, собственно, сделал Pac-Man World в свое время и максимум, поэтому мужик точно знает, про что пишет. Плюс там очень просто описано и прям супер-мега по делу. То есть за все прочтение книжки я почти не встретил воды, что очень хорошо. Вот, наверное, мой топ-3. А сайты? Сайты Аус Хестов, если вы знаете такой, обязательно почитайте, в том числе и пишет его мои коллеги из Пексоника, включая Анатолия Шестого уже. И там очень интересно пишется про сам геймдизайн, тоже по философию. Есть еще и практические вещи. Второе, наверное, если вы можете отделять зерна плевел, то на DTF иногда в разделе геймдев проскакивают хорошие вещи. Очень плохая шутка, да. Вот. И в плане сайтов такого, наверное, Game Developers Toolkit на YouTube. Там идет отличная декомпозиция с местных джемов и в целом очень огромную работу проделывает мужик, который ведет этот канал. мне прям безумно сильно нравится. Тоже очень сильно бы рекомендовал. Вот. Ну и, наверное, с точки зрения монетизации и вот этого всего более такого маркетингового, более индустриального ectotop.ru. Вот, наверное, так. Я тоже хотела добавить. Все-таки, наверное, больше про мобиль, но хотя у нас сейчас в основном только мобильные игры. Я понимаю, я понимаю, да, профессиональная информация. Николай, что у тебя есть добавить к этому спирту? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что у нас с Пашей дико похожие вкусы, и это почти все книги, которые я последний, ну, за момент становления геймдизайнером как раз читал, изучал и штудировал. Могу добавить иностранный сайт Гомосутра. Гомосутра, конечно, да. Только не Катаку. Да, ну, манжеты я тоже читаю, там у них очень бывают клевые темы, и, в принципе, инфа очень хорошая. Особенно на фоне, если включать. Да. Подкасты, как делают игры. Иногда тоже включаю себе плюс экстра кредит. Я когда-то смотрел, мне это достаточно помогло, этот канал на Ютубе. Он, наверное, частично достаточно устарел, потому что там некоторые видео датированы там 2012, по-моему, годом, когда только фри-то-плейная индустрия развивалась. Но по контенту и по мыслям, которые в принципе там проходят какой-то смежной линии, он достаточно интересен. Именно с точки зрения геймдизайна, потому что там не все геймдизайнеры, кто, собственно, канал ведет, и можно сравнивать свою точку зрения с чужой. Здорово. Ну что ж, давайте потихонечку заканчивать. Я напоминаю всем нашим сейчас слушателям, что на большее количество вопросов мы, конечно же, не сможем ответить. Но если они у вас все-таки остались и есть, вы можете прийти в спешл-чат, будет ссылочка на него, и там попробовать найти Настю и, я надеюсь, остальных наших спикеров. сейчас у нас через некоторое время будет подведение конкурса с разыгрыванием как раз курсов от Geekbrains. И есть, да, вот мне уже пишут, Семен, врывайся, мы готовы передать тебе слово. Спасибо. Я ворвался, да, вам спасибо, с большим удовольствием послушал, хоть в Game 9 и не работаю, но как бы рядом там кручусь. Вот, спасибо большое. Хотел напомнить, собственно, про конкурс, потому что пришло время подводить итоги про то, что Geekbrains разыгрывает два курса полностью бесплатно. Первый — это факультет геймдизайна, где за полтора года за полтора года осваиваете профессию, получаете себе несколько проектов в портфолио, и второй курс — это левел-дизайн, где за семь месяцев научитесь создавать игровые локации, рассказывать истории через геймплей, ну и вот это все. Нужно было написать историю, почему ты хочешь стать геймдизайнером, разместить рассказ у себя в Фейсбуке или ВКонтакте и оставить хэштеги. И, собственно, мы сейчас на экране сможем посмотреть пять историй на факультет геймдизайна, а позже две истории на факультет левел-дизайна. И уже вы будете выбирать, чья история интереснее и кому этот приз достанется. Собственно, вот так. Неловкое молчание. Нет, не ловкое молчание. Все как раз на экране появилось. Вот. Алексей, может, зачитаете тогда, если там видно? Хоку я зачитаю, она небольшая, а остальные? Мне кажется, это танка. Танк? Да, опять строить. Ты больше и лучше разбираешься, давай, тогда тебе слово зачитывай. В чатике. Да, спасибо. Это у меня сложности с этим. Так, геймдизайнерская Хоку. Когда реальный не радует мир, где-то в тишине человек один по образу и подобию свой новый дивный VR-мир создает. Осталось лишь пайплайн в семь дней уложить, что приятней быть может, чем хоть немножко богом стать. И на работе сгореть. Сгорая сам, следи другим, как говорится. Минутка поэзии на этом, наверное, у нас закончилась. Про семь дней пайплана, наверное, это очень актуально. Для VR-а это прям мощно. Вот действительно боги делают за семь дней. Если там, да, восьмирукая шива, то, ну, может быть. Ну, кстати, да, это же точно отсылка к Библии, как мы любим, да, во всех играх. У них близкие мотивы. Может, это Снайдер писал, он просто хочет в геймдев тоже попасть. Вполне вероятно. Очень классно, на самом деле, здорово, что человек с, не знаю, как-то оригинально подошел к вопросу. Криативно. Это важно в нашей профессии, ну, в вашей профессии, извините, я примазалась уже. Ты нам почти как родная. Семен, ты уверен, что мы хотим читать вслух? Там много текстов, я просто намекаю. Я бы, на самом деле, мы же в целом знаем, ну, как бы, мы предварительно... Спойлер, мы предварительно это видели, да, поэтому это скорее для зрителей, на самом деле. Ну, тогда просто, да, чтобы зрители посмотрели, вот. Да, 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 да. Давайте. Пока мы там вводим, на самом деле, по поводу книжек и всего прочего, надо было текстиком скинуть ребятам, чтобы они это посмотрели каким-то образом. Я думаю, во-первых, будет запись и если будет текстовая расшифровка записи, то как раз там можно будет все эти идеально вещи почитать, но некоторые названия на слух, особенно английские, наверное, не все не воспринимаются, поэтому может быть, стоит действительно потом скинуть. Вот. как раз про это вопрос. Пока наши слушатели читают собственные опусы на 3-4 страницы, то тут был хороший вопрос, как часто вы занимаетесь собственным проектом? Под одеялом, ночью, тихонечко, в свете фонарика, пишите геймдизайн. Я пока тогда откланяюсь и вернусь, когда меня вызовут техникой призыва, да. Я скоро вернусь. Хорошо, будем тебя ждать. Павел, как это с личным проектом? Знаете, я со временем смотрю на свой терапайтовый жесткий диск, и у меня там все меньше свободного места, с каждым годом становится. И это как заглядываешь в огромный шкаф, и на тебя валится огромное количество вещей, которые ты уже не носишь. Вот примерно то же самое. Постоянно есть сайт-проекты, постоянно есть идеи, которые я думаю, что какая гениальная штука, меня все узнают, я сейчас за дизайном, и все, а потом ты работаешь на две недели и понимаешь, что ты хочешь есть, или что сегодня я хочу посидеть и поиграть в God of War, пожалуйста, я не хочу больше видеть таблицы. И так вот итерационно наслаивается, и в этом нет ничего плохого. То есть, ну, каждый недоделанный проект, даже если он недоделанный, это, конечно, опыт. Лучше всего, если вы берете один, доделываете его до конца, но это путь для слабаков. Вот, то есть, у меня очень-очень-очень много проектов и каких-то набросков на стол, и каких-то вселенных описаний, и всего этого самого настолько, что в определенный момент мне это даже снится, я это продолжаю во сне придумывать. Вот, то есть, вплоть до такого. Но вообще, есть сайды, и я ни с ними никуда не тороплюсь. То есть, они медленно, но верно, так потихонечку допиливаются, упрощаются, обрезаются. Но это просто классно. То есть, это сам по себе процесс, это что-то, что вам вас может сильно обучить. А так, самый лучший способ сделать сайт-проект быстро, вписаться на джем, запастись энергетиками, взять отгул на работе и устроить себе мозговую встряску. Вот, это прям, я считаю, во-первых, полезно иногда делать, очень хочу все-таки как-нибудь вписаться и что-нибудь такое попробовать намутить. Вот. Но это прямо вызов. Это прям такой, это спартанские условия и ух, вот, наверное, как-то так. А так, сайдов у меня куча, даже не спрашивайте, я потерялся в цифрах после того, как у меня пальцы кончились на руках у меня и всех моих друзей. Понятно. Николай, у тебя как с этим? Да, в общем-то, примерно так же. У меня достаточно много разных сайдов, к которым я тоже возвращаюсь, потихоньку пилю, смотрю, приходит в голову идея, и мне кажется, что было бы интересно ее реализовать, она какая-нибудь очень минималистичная, кажется, что много времени не займет, начинаешь заниматься, две недели пропадают, свободное время кончается, и понимаешь, что нет, надо как-то что-то с этим делать, так что планирование наше все. И, в общем, приходится опять же переключаться, как я говорил ранее, это тоже такая тема, вот у тебя есть какая-то идея, ты понимаешь, что нужно, чтобы ее доделать, планируешь, ну, а дальше уже какие-то смотря, ты сроки себе поставил, выполнил ты их или нет, и так итерационно движешься, смотришь, потому что если там сроки слишком большие, значит, ты что-то неправильно спланировал, если ты не успеваешь, тоже, возможно, что-то пошло не так, ну, и потом анализируешь какие-то свои проблемы, ошибки, а иногда действительно получается так, что ты поучаствовал в гейм-джеме, у тебя, игра есть, и это довольно прикольно. А были кейсы у вас в обоих, когда ваши личные пед-проекты как-то превращались в большие, крупные? Компания брала ваш гейм-дизайн и реализовывала? Ух, вы знаете, на самом деле... Мне один человек однажды сказал, что любая ваша идея, какая бы классная, гениальная она ни была, средняя ее стоимость это один цент. То есть она абсолютно ничего не стоит, пока она не доведена до какой-то логической точки. И поэтому вот именно с точки зрения вот той компании, где, например, я работаю, это очень много критериев под этот проект, которые должны одновременно сойтись. И сделать такое в одиночку, ну, либо ты человек, который за 8 лет сделал Стар Дюэлли, сидя один в комнате, как бы, и это резонно, либо ты какой-нибудь там гений, который там и швец, и на дуде, и грец, вот как Ташива из нашего Хоку, вот, либо, ну, я не знаю, что должно случиться, чтобы это прям все одновременно прокнуло. Мне кажется, это нереально. Поэтому какие-то сайды может быть, можно предлагать, но это должно быть прям что-то очень специфическое, заточенное на то, чем занимается конкретно ваша компания. И, ну, мне кажется, что, наверное, мало шансов на то, что это будет реально реализовано, потому что предложить ту идею, которая имеет какие-то гарантии, что выстрелят минимальные риски, идет в, не идет в разрез с тем, что занимается ваша компания, ну, это такое. Вы можете банально не захотеть этим заниматься, и, условно говоря, вы занимаетесь какой-нибудь матч 3 или, там, не знаю, мобильным рогаликом, хотите сделать огромное MMORPG. Ну, как бы очевидно, что это одно с другим не очень контактит. Ну, да, да. Николай, тебе просто завершить нашу секцию, наш круглый стол, поставить жирную точку. Было ли что-нибудь у тебя, воплощенного, из твоих личных идей? Нет, такого не было. Более того, мне кажется, что не так уж много проектов, которые, в принципе, сейчас не стыдно показывать. Есть, как бы, парочка, но они очень-очень маленькие, и, в общем-то, там ничего, кроме какой-то идеи, и не было доведено до конца. Ну, и, как правильно сказал Паша, ну, очень много критериев, которые реально требуются для выпуска вашего проекта в мир, и вы можете это сделать скорее, если сами обладаете большим количеством денег, а не наоборот. Ну, то есть, может быть, такая идея, например, в Lazy Beer Studio может как-то запуститься. Это маленькая компания, которая Punch Club делала из России. Ну, возможно, в то время, когда их было 3-4 человека, у них это могло сработать. Но вот в большой компании на тысячу человек вряд ли так это просто. Ну, для начинающего геймдизайнера не стоит на это рассчитывать. Окей, нас усиленно просят подвести итоги конкурса. Семен, выходи. Опять снова о конкурсах, и я опять врываюсь. Вот. Мы еще не показали две истории на факультет левел-дизайна, вот, поэтому сейчас их покажем тоже, чтобы зрители их увидели, потому что вы-то уже читали все, насколько я понимаю. Вот. Вот. И кто победил, вы можете уже сказать? Или не можете? А, да. А, уже показали две истории. Все, я понял. Я понял. Их уже показали, оказывается. Очень, очень шрифт маленький, приходится вглядываться. Вот. Я же не сижу, как зритель, не смотрю, у меня там маленькое окошечко. Собственно, с победителями до конца этой недели должны связаться. Вот. А кто победил, это уже вот вы выбрали. Все, тут ко мне вопросов нет. Давайте тогда, вот, судя по... А, да, я понял. Тут дело в том, что истории безымянные были. Поэтому мы можем только номера там сказать. Да, 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 да. Поэтому, может быть, это будет небольшим сюрпризом для всех участников. Рано или поздно они узнают о том, что они победили. Ну, это, кстати, отличный вариант. Вижу, на экран выводится. Вот одна уже есть, собственный победитель. И сейчас еще вторая, наверное, тоже, может быть, покажется. Все-таки Хоку не победила. А зато здесь я угадал, да. Алексей, пока там читаем, грубо говоря, финальное слово, а то я там по чатику вижу, что народ немножко подуныл. Не бойтесь делать свои проекты, делайте их, рассказывайте истории. Даже если история короткая, 10 минут могут стоить двух с половиной часов игры и наоборот. Если вы все делаете правильно. А еще можно вас могут за это взять в компанию. Вас возьмут за вашу игру. Запомните это. Да, то есть не потому, что вы ее зарелизили, а потому, что она была клевая, и вы показали в ней клевые вещи. Ну, да, это правда. Как бы вот у меня даже такое есть. Да, позитивная нота. Все, кто хочет спросить Настю по вакансиям, идут в спешл-чат, все остальные тоже идут в спешл-чат. Все в спешл-чат. Все в спешл-чат. Я думаю, все разберутся. Спасибо вам еще раз огромное. Я сейчас немножко подведу итоги первой части нашей программы. А вам огромное спасибо. Это было очень интересно и познавательно. Я думаю, даже для тех, кто в геймдеве не работает и даже не думает там работать, послушать было ну как минимум интересно. А собственно в спешл-чате есть карьерная комната, флудилка и комната HR. Так что там должно быть интересно. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.